ну что же отложу я сторону книжечку эту читаю емельян пугачёв называется и автор вячеслав шишков тот самый который написал роман у гримрика замечательный который мне очень нравится но привет тем не менее вот меня битлз тут сегодня на груди с чего бы это ведь не о битлз речь пойдет в нашей сегодняшней беседе тире монологи тире видео ролики о новой волне вот когда меня спрашивают почему алексей ты любишь новую волну 80-х там конца семидесятых и первой половины 80-х а также такую страшную чудовищную вещь как брит-поп 80-х тире 90-х я все время отвечаю все очень просто потому что я люблю битлз а лучше музыки битлз никто не сыграл чем артиста новой волны на самом деле что бы там ни говорили про джеффа лина где мол он продолжатель дела битлз нифига никакой не продолжатель он просто хороший музыкант и друг харрисона всех остальных приятные мелодичные песни писал крепко спродюсированные но вот этот его пафос грандиозные эти его оркестровки они ничего общего с битлз не имеют потому что битлз это рок-группа битлз всегда играли рок-н-ролл сначала до конца и джон леннон и пол маккартни и ринга стар и харрисон отдельно тоже играли рок-н-ролл никто не уходил в эти грандиозные псевдо псевдо классические какие-то эпопеи это рок-музыка очень хорошего качества лучшая рок-музыка наверно описанная в двадцатом веке слово рок я бы даже вообще отбросил потому что это лучшая музыка написанная в двадцатом веке но это так я наверно преувеличил когда хороших музыкантов пытаются выделить показать какие же они хорошие на самом деле про них говорят но это прямо как леннон и маккартни вот так говорили про братьев галахеров из группы oasis так говорили про того же самого джеффа лина который на мой взгляд ничего общего с битлз не имеет вообще в принципе по по фактуре своей музыки это просто совсем разная музыка так говорили даже про голдмана и стюарта про группу тэнсиси но там похоже да там похоже какие-то вещи похожи именно по мелодике по подходу к песням но голдман и стюард они слишком как мне кажется опять таки они слишком рассудочные они слишком уж больно умные ребята очень хорошо все но уж больно умно все это сделано сконструировано конечно талант конечно дух творчества там присутствует но как-то уж слишком все это по-хорошему искусственно а у битлз этого нет у битлз выхлоп чистый чистый выхлоп выхлоп гениальности вот это в музыке очень хорошо прочитывается это слышно всегда на самом деле а еще одни парни которых назвали ленноном и маккартни это крис диффорд и глен тилбрук ничего мне говорят наверно это и эти имена кому-то наверняка говорят кому-то наверняка они говорят диффорд и тилбрук гитаристы певцы авторы которые познакомились по объявлению диффорд приклеил объявление куда-то там на витрину какого-то магазина кто хочет создать рок-группу и откликнулся соответственно тилбрук диффорд писал тексты тилбрук писал музыку и вместе они организовали замечательную группу которая была очень популярна в англии в лондоне дело происходило выпустила очень много пластинок очень известная группа но в нашей стране понятие известная группа она трактуется довольно узко потому что в нашей стране известная группа это пинк флойд назарет deep apple black sabbath юра и хип и вот на этом известность заканчивается и начинаются уже изыски такие странные это я давно приметил еще давно давно уже это все стало с этим ясно и известность группы в советском союзе и в россии мало общего имеет с известностью группы скажем там в англии в европе в америке и по всем остальном мире так вот группа squeeze который организовали два этих парням к ним присоединился удивительный совершенно пианист клавишник композитор творческий человек невероятно джулс холланд который выпустил после ухода из squeeze массу сольных пластинок масса коллаборации джаз рок-н-ролл все играл джулс холланд один из известнейших клавишников мира если говорить о рок-музыке так вот squeeze 80-е годы мы с ума сходили по этой группе условно это все относится к новой волне так называемый условно но тилброк и диффорд это новые лена маккартни так про них говорили и это чистая правда потому что то что играли squeeze в стиле который новая волна как бы это ненавижу это деление на стиле но тем не менее это больше всего похоже на то что играли beatles на то как играли beatles но просто это на других инструментах в другое время в другом месте не побоюсь этого слова потому что этих слов нужно в других студиях с использованием других технологий ну и ритм времени изменился время изменилось соответственно и музыка стала более динамичной 1 пластинки squeeze у меня нету к сожалению есть вторая куфа кат которая принесла группе известность и только поставьте эту штуку сразу все становится ясно прямо с самого начала слепен тикл дикий наезд сразу же дикий наезд рок-н-ролл несмотря на то что начинается с клавиш джулиуса холланда электронных такие синтезаторы ты 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 и кажется ага пошел этот самый ненавистный пластиковый звук хотя я ничего не плохого в этом пластиковом звуке но нет пошли гитары пошли барабаны и пошла чудесная мелодия это такие мастера мелодий вот эти ребята группы squeeze что действительно можно сравнить не с маккартни и не с ленноном а с ленноном и маккартни и лирика маккартни и агрессивность лена на агрессия а без агрессии рок-музыка не существует чего нет кстати вот в этом самом электрик лайт окестров в творчестве джеффа лина ни разу не beatles потому что нет агрессии нет подачи нет драйва нет ярости нет жесткости а здесь все это есть но при этом удивительно кайфовые мелодии сложные но при этом очень понятные то же самое что делали beatles чудесно все спето идеально сыграно короткие песни но так цепляют так завораживают так это все круто но первая пластинку даку флакет она она немножко более агрессивно чем все остальное что делали потом squeeze но это второй альбом надо прорваться надо показать себя надо дать рок-н-ролла но тем не менее об джанкшн об джанкшн об джанкшн песня на второй стороне красивейшая переливающаяся мелодия меняющаяся несколько частей мелодических собраны не то что куплет припев повторяющийся а все время развивается эта штука из мажора в минор из минор обратно в мажор прямо маленькая поэма музыкальная ну и куфа кэтс конечно песня заглавная довольно сложная довольно авангардная но в меру авангардная учитывая что это все-таки поп-музыка в хорошем смысле этого слова это та поп-музыка которую мы любим я не сказал я люблю которую мы любим с вами послушайте и поймете что это такое это очень здорово но это второй альбом который в меру был хорош а вот эта пластинка squeeze следующая которая называется странным словом эгребарги эгребарги вот это уже настоящий прорыв и вот начинать наверно нужно с этого эгребарги я ее купил сразу как только увидел купил ее далеко за границей на родине группы squeeze в лондоне как только увидел сразу тут же мигом побежал и взял потому что это шикарная вещь в наше время в 80-е годы у меня была эта пластинка страшно запилена и мы слушали все записывали на магнитофон и торчали как говорят изо всех сил полин маслс from the shell первая песня вот начинайте с этого спален маслс from the shell и все и сразу здесь и битловщина в тысячу раз интереснее чем у оазис и очень близко к битлс только современно даже сейчас это слушается современно отличительная через черта сквиз это пение на два голоса в октаву который дает такой неповторимый шарм совершенно низкий голос и высокий в октаву выпивают эти сложные мелодии это дает какой-то самых лирических моментах дает какой-то мрак такой такой подспудный подсознательную какую-то такую агрессию и надо nail in my heart separat beats beats лирическое произведение фарфиса бит на второй стороне разгуляева джулиуса холланда на органе фарфиса такой как бы рок-н-ролльчик кстати вот здесь очень интересные штуки на куфа кэрс здесь есть песни с традиционным рок-н-ролльным началом гитарным очень качественно сыгранные такие рок-н-ролльные фразы которые переходят потом всю эту очень быстро и круто это эта музыка быстрая это то что называется условно говоря новая волна эта музыка молодости музыка движения это рок-н-ролл это быстро но но свет на и все равно очень сложное такие около классические построения но рок-н-ролльные при этом хорошем смысле этого слова he comes the feeling минорная быстрая яростная но минорная тревожная песня очень интересная и когда шпилин дарит дотоп после вам сайта в дому прекрасное произведение предпоследняя и the top финал тут тут плохого нет вообще ничего это от начала до конца пластинка номер один для тех лет для какого для для не помог в каком году она вышла кстати говоря это неважно это у нас это у нас 79 год значит это 80 следующем году она появилась я уже не запоминаю эти вещи потому что совершенно в общем это неважно честно говоря это конец семидесятых начало восьмидесятых можно так определить но вот это одна из знаковых пластинок начало восьмидесятых годов эгри барги группа squeeze а потом squeeze записали поскольку их сравнивали с ленноном маккартни и заслуженно сравнивали потому что никто ничего подобного как squeeze не писал и не пишет кстати говоря до сих пор они записали пластинку из сайт story который у меня нет это такая попытка создать своего сержанта пеппера хорошая пластинка но она мало чем отличается вот от этой по качеству она такая же качественная такая же хорошая как это и я не сказал что это большой шаг вперед какой-то просто все ровно 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 пошли грандиозные гастроли но грандиозные не по залам а по количеству концертов очень много поездок очень много концертов очень много интервью фотосессии всей этой беды музыканты сильно устали и от этой усталости осталась вот эта запись которую считают неудачной критики на мой взгляд это одна из лучших записей squeeze потому что здесь они перестали играть поп-музыку хотя вот эта поп-музыка если бы все писали такую поп-музыку я буду всегда и всем что я слушаю поп-музыку и все больше ничего не надо а здесь это как бы те же самые squeeze все то же самое и не скажу что это авангардные какие-то поиски но это уход в творчество это спокойная работа в студии уход в творчество поиски новых созвучий новых гармоний новых мелодий и она очень интересно хотя опять-таки критики говорят что она неудачно здесь я был выделил песню strange dmd stranger on the show очень странное произведение но очень хорошее все здесь все хорошие поэтому очень советую этот альбом который называется sweet from stranger очень хорошая вещь после записи этого альбома группа распалась до джонс джонс холланд уже ушел во время записи этого альбома группа распалась была пауза в несколько лет был записан диффордом и тилброком альбом который называется диффорд и тилброк но это были не сквиз а после воссоединения команды вышел вот этот альбом козе фан тутти фрути опять-таки уже с холландом и вот это шедевр настоящие это соединение поп-музыки за превращение поп-музыки в настоящее искусство это то чего достигали битлз вот это просто это круче чем все electric light orchestra вместе взятые потому что это и лёгкость рок-н-ролла и фантастически спетой сыгранные сложные красивые мелодии одна песня только достойно достойно сразу послушайте и все и больше ничего не надо первая песня на второй стороне no place like home и по вокалу и по гармонии и по развитию и по мелодике это космос какой-то не хочу сравнивать спинк флойд но это это просто удар в мозг фантастический это очень здорово пошел пить пока